Привет! Сегодня будем делать творожный пирог с изюмом и лимонной глазурью. Очень мягкое сливочное масло. Я буду замешивать тесто в миксере. Можно это делать вручную. Добавляем к маслу сахар, добавляем соль и добавляем ванильный сахар или ваниль. Количество ингредиентов, как всегда, написано под видео. Смешиваем масло с сахаром до побеления, минутки две. Добавляем творог. Творог желательно, чтобы он был не очень жидкий такой, чтобы сухой творог был. Смешали пару минут, добавили яйца. Я добавляю сразу все, можно по одному, но не вижу в этом смысла. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Ничего из холодильника не надо доставать. Пусть полежит. И вот теперь нам надо взбить до тех пор, пока растворится сахар полностью. И творог, ну крупинок почти не будет. По минимуму. Можно протереть творог через сито, но я этого не делаю. Все. Теперь просеиваем муку. Я прямо всю муку, здесь 300 граммов у меня, разрыхлитель. Просеиваем в эту смесь творожную. Туда же я цедру лимона. С одного лимона снимаем цедру. Это все по желанию, можно без этого обойтись. И изюм. 150 граммов изюма у меня, заранее промытый, обсушенный. И теперь лопаточкой просто вот так замешиваем тесто. Можно и в миксере насадку крюк поменять, но мне кажется быстрее лопаточкой. Тесто оно такое вот довольно густое получается. Оно не льется и вот с лопатки так просто не падает. Форма у меня 23х23. Я застелила дно бумагой, маслом смазала и вот так распределила всю эту смесь. Выпекать я буду в мини-печи. У меня есть мини-печь. Очень мне она нравится. На режиме вверх-низ 180 градусов. И по времени где-то 50-55 минут уйдет на выпечку. Эта мини-печь мне нравится тем, что выпекает абсолютно равномерно. Люблю, когда не сверх, не надо следить, не надо закрывать фольгой там. Ну, в общем, короче, танцы с бубнами. Мы все не любим хозяйки. А здесь просто поставил и забыл. Она сама потом оповестит о готовности звоночком и выключится. То есть можно спокойно, вот смотрите, раз, уже поднялось. Все, готово. Все, свякнуло. Теперь достаем, переворачиваем на решетку. Здесь такая вот есть специальная штучка. Проверяем готовность. Палочка сухая выходит. Я переворачиваю, снимаю снизу бумагу и назад переворачиваю ее. Хотя можно и ровную поверхность сверху оставить. Делаем глазурь. Здесь все очень просто. Сахарную пудру я просеяла и вливаю сок лимона. Просто вливаю и все. Глазурь должна быть вот такая полупрозрачная и жидкая. Во всяком случае, я люблю именно такую. Вы можете сделать ее более густой. Но мне нравится, когда она вот такая тоненькая-тоненькая получается на изделии. Кексы очень вкусно покрывать ею. И на горячий пирог еще. Я не даю ему остыть. Ну, такой хорошо теплый, скажем так. Наношу глазурь. Распределяю. Она быстро высыхает на пироге. Пусть постоит немножечко, пока глазурь застынет. И можно разрезать. Смотрите, она не трескается под ножом. Она не липнет к рукам абсолютно. И вот этот тоненький, кисленький такой слой сверху, он прекрасно сочетается с самим этим пирогом. Творожная выпечка. Вот такая вот прелесть. Посмотрите, очень такой хрупкий, нежный, вкуснейшая. И совершенно простая, согласитесь. Можно здесь любые сухофрукты, можно орешки добавить. С вяленой клюквой очень вкусно получается. Ну, вот, собственно, и все. Спасибо, что заглянули ко мне. Приходите еще и делайте. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы и мира вашему дому. Продолжение следует... Продолжение следует...